Российский бизнес направит инвестиции в коммунальные объекты Александра Воздвиженская. Рисунок к статье. С жилищно-коммунального хозяйства России в ближайшем будущем не затронут реформы, так как бесконечное перестраивание отрасли не приносит положительный результат. Однако уже принятые изменения в ЖКХ необходимо довести до совершенства, чтобы как можно дольше эта сфера работала эффективно. Развитие темы. Составлен рейтинг наиболее эффективных регионов в ЖКХ. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень на конференции реформирования системы ЖКХ. Итоги и перспективы. Но это не означает, что перемен не предвидится, сейчас на повестке, не государственные инвестиции, без которых дать толчок развитию отрасли невозможно. Это наглядно демонстрирует мировой опыт, рассудил Михаил Мень. Также предстоит большая работа по решению вопросов с тарифами. Так, Аркадий Чернецкий, который занимает должность зампреда Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, во время дискуссии с министром обратил внимание, что, к примеру, цены на воду всегда остаются в сфере компетенции местных властей. Поэтому часто кубометр ввод в удаленных друг от друга регионах страны стоит по-разному. Расставить все точки над «Ай» мог бы тарифный скачок, проведенный в один этап. Это решит вопрос цен на годы вперед. Среди прочего сенатор предложил вводить не максимальную стоимость по тарифу, а минимальную, чтобы дисциплинировать некоторые администрации. Михаилу Миню инициативы понравились, он пообещал, что в ведомстве их обсудят. Граждан интересуют не столько отдельные тарифы, сколько то, какую им в целом нужно выложить сумму за услуги ЖКХ, напомнил министр. И добавил, что в этом гражданам и государству помогает введение совокупного платежа, который привязан к инфляции. А долгосрочное тарифное регулирование полноценно заработает с 2016 года. Уже сейчас есть регионы, которые перешли на такую систему. В прошлом году было принято 852 тарифных решения в сфере теплоснабжения. Автор инфографика РГ, Леонид Кулешов, Ангелина Жукова. Среди новшеств, которые просил ввести бизнес, в тариф заложено 5% гарантированной предпринимательской прибыли, что открывает новые возможности для частных инвесторов. Пока будет вводиться в действие государственно-частное партнерство, ГЧЭП, в сфере ЖКХ, регионы утвердят комплекс мер для преобразования отрасли. Уже идет оценка состояния муниципальных предприятий, уточнил Михаил Мень. Это позволяет выявлять, какова на рынке доля неэффективных предприятий, пока их 28%. 155 компаний находятся на разных стадиях банкротства, и часть регионов утвердила графики передачи коммунальных хозяйств в концессию. Читайте также, Андрей Чибис, «Коммунальные конфликты уйдут в прошлое». Новые технологии в ЖКХ сократят коммунальные платежи россиян. За районными муниципалитетами закрепят дороги. ЖКХ 17 февраля правительство согласовало решение о концессиях в малых городах, так как они находятся не в таком удачном положении, как крупные населенные пункты. Речь идет о субсидиях. К примеру, Петербург уже активно привлекает на условиях концессии крупные компании, которые будут эксплуатировать там водоканал, пояснил глава Минстроя, добавив, что это позволит специалистам повысить эффективность для конечного потребителя. Помогать в этом будет созданный при ведомстве Центр ГЧП. Сегодня наиболее привлекательны для частного бизнеса Хакасия, Вологодская, Тульская и Ростовская области, где запускают проекты ГЧП. По оценкам независимых экспертов, подстегнуть развитие отрасли могло бы снижение ключевой ставки ЦБ с 15 до 9%, так как предприятия наполовину финансируются с помощью кредитов. Но проблема здесь состоит не только в этом, но и в хронических неплатежах со стороны управляющих компаний, УК. Задолженности этих организаций тормозят инвестирование в отрасль, в то время как среди населения доля неплательщиков лишь около 5%. Как правило, это любители инвестировать в покупку жилья, которые забывают за него платить. Как же добиться дисциплины? Оксана Демченко, возглавляющая в Минстре департамент ЖКХ, энергосбережения и повышения энергоэффективности, полагает, что надо разрешить населению заключать прямые договоры с поставщиками ресурсов. Накапливающие долги компания не ставит в известность собственников квартир, которые исправно платят по квитанциям. Необходимо ввести за это ответственность, вплоть до отзыва лицензии, а также решить, как поступать с недобросовестными квартирантами, уверена она. Также в Минстре обсуждается объединение системы индивидуальных приборов учета электро- и водоснабжения. Если бы они были не в частной собственности, а в муниципальной, то проблема учета ресурсов могла бы решиться в короткие сроки. Управлять многоквартирным домом – процесс не менее сложный, чем рулить крупным водным транспортом, напомнил Михаил Мень. Но у сферы ЖКХ есть одно важное преимущество, она вечна и никакие трудности ее не пугают. Продолжение следует...